Невежливые водители, холод в салоне и отваливающиеся двери. Так выглядят маршрутки практически во всех городах Украины, но несмотря на это перевозчики постоянно требуют повысить стоимость проезда. В очередной раз билеты подорожают в Харькове и Днепре. В Черкасах власти на это пока не соглашаются. Аргументы всех сторон выслушали мои коллеги. Вот так каждое утро жители Черкас ездят на работу. Людмила Мазур пропустила две маршрутки, но толкаться, говорит, видимо все равно придется. Альтернативы нет, троллейбусы здесь не ходят. Да и состояние маршруток катастрофическое. Они постоянно ломаются, сервис ужасный. Несмотря на это перевозчики уже месяц выбивают у мэрии разрешение повысить стоимость с 4 гривен до 5. Вчера в знак протеста они даже сняли автобусы с маршрутов. И люди несколько часов мерзли на остановках. Я не знал, честно говоря, что для меня это шок, потому что мы только приехали с Смилы. Нас выставили на вокзале, мы уже 20 минут стоим, мороз, снег идет. Сегодня с самого утра в мэрии совещание. Власти требуют улучшить качество обслуживания и ужесточить контроль. Но перевозчики хотят только одного – повысить тарифы. Говорят, запчасти дорожают топливо тоже. Да еще город постоянно забывает компенсировать расходы на льготников. Чтобы в городе не наступил транспортный коллапс, чиновники собираются вывезти на маршруты дополнительные троллейбусы. Подстрахуются и перевозчиками из других городов, которые готовы возить пассажиров по 4 гривны. А вот в Харькове власти разрешили повысить проезд до 8 гривен за поездку. Произойдет это уже с завтрашнего дня. Очередной скачок стоимости топлива, постоянное повышение минимальной заработной платы и критическая ситуация с водительским составом на самих предприятиях, где водители в основном квалифицированные уехали работать в Европу. Аргументы перевозчиков такие же, как и у черкасских. Мы возим 28 катерей бесплатно. Это надо оглянуть, что автобус идет полный и тому подобное. Но по большому счету там едет половина. Но сами водители маршруток уверены, после подорожания больше их выручка не станет. Люди начнут ездить на троллейбусах. Хотя и там с 1 апреля билет будет уже стоить 4 гривны. Больше придется выкладывать и за проезд жителям Днепра. Через 10 дней проезд уже будет стоить около 8 гривен. Станислав Кухарчук, Светлана Шекера, Елена Мендалюк. Подробности телеканал Интер.